x5 диалог 20-23 продолжает свои работы и сейчас поговорим с екатериной лобачёвой президентом x5 групп екатерина добрый день здравствуйте большая часть поставщиков x5 это малые и средние предприятия какая их доля сейчас в рамках группы и какие сейчас делаются шаги для того чтобы продолжать развивать нашего поставщика но у нас есть очень красивая цифра 54 процента у нас доля малых и средних предприятий среди поставщиков и даже не только малых и средних и микропредприятий но мы сами понимаем что это доля из списка всех поставщиков конечно же в объемах поставляемой продукции это цифра гораздо скромнее и вот все наши усилия сейчас направлены на то чтобы не количество в списочном составе поставщиков субъектов мсп у нас выросла чтобы у нас выросла именно доля поставляемой ими продукции у нас фокус на это начался примерно два года назад когда мы запустили ряд проектов по развитию сотрудничества с малым и средним предпринимательством начали мы с фермерских островков это когда малые формы хозяйства не могут представить свою продукцию не в регулярном ассортименте пятерочки либо перекрестка а попробовать в прикасовой зоне поставить какой-то свой прилавок и вот в рамках вот это фермерского островка посмотреть как реагирует потребитель на продукцию получить от него какие-то отзывы посмотреть востребованность и попробовать сколько вот он за день может продать своей продукции в рамках магазина x5 это очень гибкая форма покупатель может попробовать посмотреть предприниматель может оценить сколько он продаст это не даже не каждый день да предприниматель может приехать на день в неделю там только на выходные на каждый день и как раз вот оценить собственно свои силы по работе с нами затем у нас есть проект агроагрегатор это вот тоже где-то год назад мы начали пилотировать поддержку агроагрегатов в различном регионе это когда существует такой посредник между субъектами мсп и нами по сборке продукции по ее обработке ну такой минимальный дать чаще всего это конечно фрукты овощи которые произрастают на наших территориях и вот например потому что картофеля да вот это агроагрегатор собирает эту карту этот картофель его фасует моет пакует и уже поставляет в торговую сеть больший объем который требуется торговой сети и тут мы кстати даем очень важные гарантии для таких агроагрегаторов и для субъектов мсп что если наш заказ по сути по качеству выполнен то мы заберем всю продукцию которая этим агроагрегатором будет собран вот у нас уже есть такие агроагрегаторы в липциг области в ростовской области сейчас планируется в московской области есть еще форма агроконтракт это когда мы заранее договариваемся с тем или иным производителем фруктов и овощей о том что мы заберем весь урожай который будет под нас выращен это вот де-факто авансирование будущего урожая вот эти формы хозяйствования у нас идут в больше вот восточной сибири это у нас новосибирская область кемеровская область там как раз где у нас востребованность локальных вот этих фруктов овощах очень высокая мы запустили академию фермеров потому что мы понимаем что работать с нами достаточно сложно у нас серьезные требования к качеству продукции к регулярности поставок у нас есть система приемки которые тоже нужно понимать нужно понимать как эти правила приемки нужно выполнить у нас есть требования к температурному режиму продукции требование к документообороту танка ну то есть вот все вот эти мелочи которые нам кажется уже достаточно обыденными для малых и средних предприятий это что-то новое и мы готовы их обучать рассказывать показывать в чем-то идти навстречу с точки зрения упрощения каких-то наших требований для того чтобы им было комфортнее и нам было комфортнее с ними работа вот мы надеемся что вот эти все меры будут как раз способствовать тому что у нас будет 54 процента не в доле списочного состава поставщиков а мы будем двигаться к более значительной цифре в объемах поставляемой продукции хотя на самом деле прогресс у нас достаточно существенный вот за год всех вот этих мероприятий нововведений мы приобрели около 700 новых поставщиков субъектов мсп и вот я сейчас в рамках своей презентации на конференции говорил о том что у нас в некоторых регионах доля локального производителя там есть часть субъекта мсп часть возможно нет но доля локального производителя уже достигает 30 процентов очень хорошо показать екатерина получается вы проявляете сейчас тех партнеров поставщиков которых ранее даже в торговых сетях не было да на самом деле у нас возникло знаете вот это понимание что субъекты малого и среднего предпринимательства бояться с нами работать но потому что мы для них что-то такое большое непонятное сложное страшное и мы своими вот этими просветительскими академии фермеров закупочными семи в регионах фермерскими островками мы показываем что с нами можно работать с нами можно расти с нами можно развиваться и вот эти появляется какое-то доверие между нами и вот этими поставщиками и мы надеемся что мы проявим еще не одного поставщика вообще и крупным игрокам приходится и это важная задача заниматься просветительством какой-то мерить создавать таким образом предпосылки продолжение развития современного ритейла у нас хорошо как вы поговорили о малых средних предприятиях а как сейчас ситуация с зарубежными производителями все-таки непростая из каких странах сейчас есть продукты на полках x5 и какие новые направления вы открыли в этом году и планируете развивать следующем импорт у нас стабилен в начале 22 года доля импорта была примерно 6,7 сейчас нас доля импорта 7 процентов по итогам 22 года и вот ближе к 23 мы тоже эту цифру видим но то есть объем импорта у нас не поменялся он даже растет с точки зрения объемов с точки зрения каких-то количественных выражений конечно немножко поменялась география до география в 22 году у нас достаточно сильно перекроилась логистические пути перекроились но сейчас у нас есть уже такой стабильный набор импортеров которые стабильный набор потока нашего прямого импорта из различных стран которые закрывают тот объем продукции который во-первых не произрастает на территории россии мы знаем да что у нас многое не возревает и даже тот же самый картофель с марта по июнь это тоже привозной картофель потому что наша заканчивается они нового еще не вырос ну и плюс конечно импортные товары которые привычны нашему покупателю который мы везем как через правильный импорт так и напрямую через наш прямой импорт страны да из которых мы везем это конечно в основном ну понятно эквадор да эквадор наш главный представщик бананов и понятно что весь банан идет оттуда поэтому с точки зрения объемов это очень крупные наши импортные партнер турция египет индия пакистан китай иран география достаточно широкая мы по-прежнему продолжаем что-то вести из европейских стран у вас понятно через различные логистические пути но 60 плюс стран у нас в списке наших поставщиков и собственно говоря они стабильны а еще третья большая группа скажем так наполненности товаров на полке у вас и стм и как в этом тренде сейчас вы чувствуете именно вот если смотреть по всем сетям где более серьезный упор будет сделано какие сети да вообще как на этот тренд сейчас смотрят и кстати ну и кстати давно заявила о том что стм это наш стратегический фокус мы растим долю стм во всех наших торговых сетях если например про чижик да чижик изначально себя позиционирует как сеть по продаже 70 процентов стм вот только что нам илья и купсон озвучил такую амбициозную цельную в целом модель чижика вообще закладывала 70 процентов стм на полке что характерно для дискаунтера любой модели но пятерка и перекресток уже нарастили достаточно существенную долю стм если мы начинали вот я помню да там 45 лет назад мы начинали с 4 5 процентов то сейчас пятерка показывает уже 23 процента долей стм это одна пятая часть даже больше там уже приближаемся к одной четвертой части перекресток чуть более 20 там 20 с копейками но собственно говоря пятая и четвертая часть ассортимента это уже ну скажем так существенная часть ассортимента и стм очень востребован покупателями мы это видим покупатель прежде всего смотрит на качество со совокупности с хорошей ценой и если по сути для него это совпадает виде стм это он конечно голосует за это своей покупкой и в доле продаж стм у нас сейчас иногда опережает некоторые брендовые позиции традиционно с вами проезжий об этом невозможно не поговорить как сейчас реализуется стратегия устойчивого развития компании были ли изменения какие-то перемены вообще насколько действительно нужно заниматься устойчивым развитием такие непростые времена на самом деле чем более непростое время тем больше надо заниматься устойчивым развитием потому что она дает по сути себе ну такую основу до для того чтобы осмотреть будущее продолжать него смотреть и двигаться дальше мы не только не утратили фокус на устойчивое развитие мы обновили стратегию есть же до 25 года успешно защитили ее перед нашими акционерами перед советом директоров и у нас есть четкие цели которые мы хотим достичь двадцать пятого года мы немножко конечно отошли от отчетности которая требовалась раньше различными западными фондами и прочими мы сфокусировались больше на конкретных показателях у нас по-прежнему в приоритете здоровое питание кстати опять таки я вот в рамках своей презентации рассказывала что нам законодатель очень сильно помогает в рамках развития стратегии есть же потому что вот эти новые законопроекты как про органическую продукцию так и про устойчивую упаковку закона расширенная ответственность производителей он как раз таки не дает нам скажем так даже подумать о том что можно этим не заниматься потому что вот хорошая упаковка это уже обязанность поставщика по сути следить за тем чтобы упаковка была правильная исходя из вот этого закон о расширенной ответственности производитель потому что ну понятно у нас есть товары где доля упаковки в цене очень низкая например кофе да и там понятно Xiaomi производитель может как себе позволить что-то там с этой упаковкой поделать. Но есть товары с очень высокой долей упаковки в цене. И если эта цена, вернее, если эта упаковка еще не соответствует требованиям вот этого закона, да, то ее утилизация будет требовать еще больших затрат, а это означает, что в совокупной цене товара вот эта вот некачественная упаковка будет составлять еще больше, что будет вести к неэффективности цены товара, что, собственно говоря, сподвигнет самого производителя заняться качеством упаковки. А мы, конечно, как ритейлер усиленно следим за тем, чтобы доля правильной упаковки в нашей полке росла, и чтобы доля тех товаров, которые требуют каких-то сертификаций, типа органической продукции, вот скоро наступит у нас еще и такое законодательное определение фермерской продукции, чтобы мы, собственно, с этим гораздо больше работали. Поэтому вот тут, собственно, все наши тренды. И энергосбережение, и ответственная упаковка, и здоровый образ жизни, который мы, как сеть, тоже поддержим. Ну и, насколько я понимаю, все-таки вы же формат еще и социальное средство. И, соответственно, один из вопросов о проекте, который социально значимый, который как раз подчеркивает социальную ответственность компании. Расскажите, какими сейчас занимаетесь, и в частности о проекте «Фудшеринг». Непростой же проект? Да, оказался очень непростой проект, несмотря на такой, на наш взгляд, востребованность и простоту идеи, но мы его не оставим своим вниманием. Это по-прежнему наш такой фокус развития. Мы начинали в 2022 году с нескольких магазинов. Сейчас мы уже делаем различные пилоты в разных регионах, включая подключение дарт-сторов. Начинали мы этот проект с «Фудшеринга по хлебу». И вот, как оказалось, один магазин может давать до 100 килограмм хлеба в месяц. Будем продолжать его развитие пилотирования, и надеемся, что нам в конечном итоге удастся убедить наших законодателей, что нам можно не начислять на него НДС, потому что для нас это будет достаточно существенная экономия. Ну и, конечно, мы предлагаем всем нашим партнерам, как в ритейле, так и в секторе наших поставщиков присоединяться к этому проекту и, собственно говоря, помогать нам в его развитии. Катерина, а какие еще социальные проекты? Просто перечислите. Ну, мы продолжаем развитие нашей «Корзины доброты». Она проходит практически каждый месяц в разных регионах России. Там мы собираем тонны продукции для передачи нуждающимся, сотрудничаем уже с несколькими фондами на эту тему. Конечно, основной наш фонд сотрудничества – это Русь, но сейчас подключаем еще несколько фондов. Ну и, конечно, мы развиваем наш проект «Местное сообщество». Это когда мы облагораживаем различную территорию вокруг наших магазинов, в маленьких городках и различных поселках. Ну и в целом хотим привлечь, ну, скажем так, такую социальную, немножко сделать такой социальный окрас нашего магазина. Рассказываем про жизнь в этом поселке, вовлекаем какие-то там конкурсы детских рисунков и прочее, прочее. Хотим, чтобы «Пятерочка» была не только магазином, а местом сбора людей и проявления их эмоций. Ну, это как раз тоже один из таких трендов, когда ритейл приходит действительно не просто как место, где просто покупать товары, а местом, когда действительно люди приходят в том числе и пообщаться. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо. Мы продолжаем свою работу и предлагаю в том числе посмотреть материалы, которые уже вышли по итогам этого эфира у нас на страничке X5 Dialog. Внимательно изучайте и стройте свои планы согласно планов крупнейших игроков. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok